Здравствуйте! В эфире информационная программа «Республика» в студии Максим Попов. О главных новостях Чувашии прямо сейчас. Чувашия в двадцатке лучших стали известны результаты национального рейтинга инвест-климата в субъектах России. Интеллектуальный форум. В Чувашии состоятся заключительные этап конференции фестиваля «Юность Большой Волги». Командная работа. Алексей Германов стал пятикратным чемпионом мира по спортивной аэробике. Одним из главных событий Петербургского международного экономического форума стала презентация рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах России от агентства стратегических инициатив. Чувашия в нем заняла 13 место. В этом году Россия использовала новый подход к присвоению мест регионам. Всего присвоено 29 мест. Несколько регионов расположились на одной позиции. Какие факторы помогли республике войти в двадцатку? В репортаже Татьяны Молоковой и Андрея Шоклева из Санкт-Петербурга. На оглашение результатов рейтинга губернаторы собирались в Большом зале Конгресс-центра. Многие из них пришли с бизнес-завтрака Сбербанка. В приветственном выступлении генеральный директор агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева отметила, что в 2020 году на поддержку бизнеса были направлены значительные средства. Многие показатели снизились, но пандемия не расстроила планы бизнеса. И впервые за три года увеличилась удовлетворенность от получения услуг в органах власти. 40 из 85 регионов, несмотря на пандемию, улучшили индекс по всем показателям. Для составления рейтинга эксперты агентства стратегических инициатив опросили 400 предпринимателей по всей стране. Безусловно, основными ключевыми направлениями рейтинга, в том числе и в рамках дуин-бизнеса, оцениваются сроки подключения к инфраструктуре, выдачи разрешения на строительство, подключения к электросетям, регистрация предприятия. И вот по этим показателям у нас каждый год мы фиксируем снижение как средних сроков по стране, так и в наших субъектах Российской Федерации. Светлана Чупшева отметила, что всего лишь за пять лет в стране значительно улучшился инвест-климат, и многие регионы в текущем рейтинге показали совсем минимальные разрывы, которые порой равны статистической погрешности. По словам Олега Николаева, Чуваша не просто остановила падение позиций, но и зафиксировала небольшой рост. Это сказывается в увеличении доверия предпринимателей к органам власти. Чтобы расти дальше, нужно еще активнее снимать барьеры для развития бизнеса, сокращать сроки получения разрешений на строительство и подключение к сетям. И это наш главный потенциал для роста в следующем году. Мы уже видим достаточно позитивное движение в этом направлении. Тот банк инвестиционных проектов, который сегодня формировается, он тоже движется в позитивном ключе. Мы уже в этом году зарегистрировали 9 резидентов в ТОССР Канаж. На подходе еще 3 резидента, и если все будет удачно, буквально в ближайшее время они также войдут в качестве таковых. Напомню, в начале года всего 3 резидента функционировало на территории, территория опережающая социально-экономическое развитие Канаж. Мы планируем буквально в ближайшее время подать документы на создание особой экономической зоны в городе Новочебоксарске. И здесь уже у нас резиденты заявляют в свое желание участвовать. Причем это как действующие предприятия, такие как Химпром, УАУ Лента, так и новые предприятия, которые на сегодняшний день функционируют в других регионах. Еще в своем послании Олег Николаев отметил, что в республике необходимо создавать институты развития, которые будут оказывать поддержку бизнеса. Совсем скоро в Чувашии будет создано агентство инвестиционного развития. Который будет продвигать республику на внешнем и внутреннем рынке, привлекать инвестиции, а также сопровождать проекты и инвесторов на территории региона. Татьяна Молокова, Андрей Шоклев, Республика из Санкт-Петербурга. Сегодня же глава Чувашии Олег Николаев принял участие в пленарном заседании Питерского форума, который провел президент страны. Владимир Путин отметил, что российская экономика и рынок труда уже приближаются к докризисным уровням, хотя безработица увеличилась и доходы реальные упали. В России анонсирована новая программа поручительства для МСП. Корпорация будет выдавать поручительства по кредитам банков-партнеров. По сути, возьмет на себя часть рисков малого и среднего бизнеса. Сделает для них кредит более доступным. Программа льготной ипотеки продлена еще на год с повышением ставки до 7%. Для семей с детьми, рожденными после 1 января 2018 года, ставка составит 6%. Возможно, будет рефинансировать уже взятый кредит на жилье. Президент поднял несколько вопросов, которые давно ждали все, поскольку 1 июля заканчивается льготная ипотека, и многие в ажиотаже брали сейчас кредиты, считая, что она заканчивает свое действие. Сейчас по 3 миллиона для всей страны, очевидно, для Чуваши это очень выгодные условия, поскольку для нас практически ничего не меняется. У нас средний ценник по ипотечным кредитам около 2 миллионов рублей. Мы от этого выигрываем. Слава Богу, я призывал и Банк России, и правительство, чтобы нашу республику сохранили для этой программы, и она сохраняется. Несмотря на то, что в последнее время количество заболевших коронавирусом более-менее стабильно, появилась другая сложность. Больше стало тяжелых случаев. В республиканском госпитале для ветеранов нам объяснили, почему так необходимо прививаться от COVID-19. Госпиталь для ветеранов уже 14 месяцев работает в режиме COVID-госпиталя. И если в отделениях стационара временами случаются пустые койки, то реанимация в последние недели стабильно заполнена. Врачи говорят, болеть стали тяжелее, процент поражения легких выше, чаще приходится прибегать к искусственной вентиляции. Население перестало бояться этой инфекции. Расслабленность, расслабились. Но все-таки надо соблюдать все нормативы, которые Роспотребнадзор требует. Если все эти пациенты прививили, они бы легкой формой переболели или вообще не болели. Что касается соблюдения режима эпидбезопасности, то Станислав Александрович за 14 месяцев работы в красной зоне не переболел. И это убедительно доказывает. Защитные костюмы на работе, а в быту маски, перчатки, антисептики действительно выполняют свою функцию. Что же касается прививок, то у врачей госпиталя нет сомнений. Мы все выступаем за то, чтобы все проходили вакцинацию. Имея такую хорошую возможность профилактировать заболевание, грех этим в настоящее время не воспользоваться. Тем более в настоящее время вакцины есть на выбор. Могу с уверенностью сказать, что у нас большинство медработников, которые имели показания для вакцинации, уже прошли вакцинацию. Я сам прошел, имею титры, хороший титры антител, и всем это советую. Сегодня в Чувашии вакцинацию прошли 117 тысяч человек. Всего же предстоит привить 588 тысяч. Елена Гальперина, Бахтияр Велиев, Республика. Для строительства Сурского и Казанского оборонительных рубежей, согласно приказу, должны были привлекаться лица 17 лет и старше. Но все взрослые мужчины уже воевали, поэтому строили укрепления старики, подростки и женщины. Жительница села Лащ-Таяба Яльчикского района Ольга Межерова уже в 15 лет взяла в руки лопату. Брат Ольги Межеровой Петр ушел на войну в самом начале. Он и многие близкие не вернулись с поля боя. Мама постоянно плакала и успокоилась только, когда вернулся дядя. Строительница рубежей сегодня уже 90 лет. Вместе со взрослыми 14-летняя Ольга работала в поле. А в ноябре вместе с другими деревенскими девушками уже рубила лес в Алатарском районе. В лес ходили пешком, с собой брали котомку с хлебом да картошкой. Так как соль была недорогая, с собой ее не брали. Покупали в магазине, брали с собой хлеб, яблоки, крупу и муку. Утром на работу запрягали лошадь или быка, а обратно возвращались уже пешком. Ежедневно преодолевать большое расстояние было сложно, поэтому иногда оставались ночевать на месте. Пали там же, где работали. Я брала из дома легкое одеяло. Больше ничего не брала, иначе куда ее все уместить. На ногах были лапти, в них было удобно ходить. Бывало и плакали, приходилось терпеть голод. Трудное военное время Ольга Ивановна вспоминает до сих пор, как работала на колхозных полях, рубила лес, ремонтировала железную дорогу. От чувства постоянного голода спасали травяные лепешки и гнилой картофель, который выкапывали весной. Сейчас Ольга Межерова живет вместе с сыном и невесткой. Несмотря на возраст, не сидит без дела, разводит гусей. В свободное время часто смотрит фотоальбом, в котором сохранились фотографии братьев и одно из фронтовых писем. О том, что там написано, она выучила уже наизусть. Екатерина Шиверова, Алексей Зотиков, Георгий Кривошейн, Республика. С 1 июля в Чебоксарах на некоторых платных парковках увеличится время льготной стоянки. Соответствующий документ подписал глава администрации города Алексей Ладыков. Сейчас на парковках у вокзала, мэрии, у главпочтампа и на деловом проезде бесплатно остановиться можно на 15 минут. С 1 июля на час. Такое же время льготной парковки будет и на площадке у электроаппаратного завода. Бесплатный час станет действовать на всех парковках, кроме одной. По улице Ленинградской между домом МОТ и Красной площадью организуют новую платную стоянку. И льготный период на ней составит 15 минут. Также с 1 июля после 18.00 на платных парковках можно будет парковаться бесплатно. То есть время работы паркинга сократится на 2 часа. Сейчас буднеплатная парковка становится бесплатной только в 20.00. Традиционный ежегодный фестиваль «Юность Большой Волги» собрал почти около 600 участников, в числе которых студенты и целые научные коллективы. В этом году в Чувашию приехали представители Кировской, Нижегородской и Оренбургской областей. Сегодня состоялся заключительный этап. Интеллектуальный форум привлекает все больше молодых людей. Свои работы присылают студенты вузов, техникумов и колледжей. Они уверены, наука это увлекательно и перспективно. Свой опыт участия в фестивале вспомнила и министра образования и молодежной политики Чувашии Алла Салаева. Проба сил – это всегда большая ответственность. Помимо того, что это позволяет вам приобрести уверенность, это я сейчас обращаюсь к конкурсантам, помимо того, что вы серьезно занимаетесь своей темой, это определенное отстраивание уже ваших коммуникаций, вашего общения. Вы, занимаясь этим, раскрываете и в себе потенциалы, и будущие работодатели. Сейчас хендхантерство, конечно, чрезвычайно серьезно развивается, потому что всем нужны очень хорошие специалисты. В этом году на конференции работали 39 секций, в их числе технические, естественно, научные, гуманитарные и другие. Всего принято работ на рассмотрение 408. В финал вышло 276 работ. У нас очень актуальные секции в этом году, посвященные сурскому рубежу. Написать небольшое эссе о трудовом подвиге народа в военные годы решила и Анастасия Кчеткова. В год 80-летия строительства сурского и казанского рубежей важны любые свидетельства и подробности тех незабываемых дней. Для Насти это не первый исследовательский опыт. Я начала заниматься этой работой с ноября 2020 года. Постоянно ее дополняла. Из-за того, что в интернете очень мало информации, мне пришлось обращаться к архивам, разговаривать с людьми, которые участвовали в этом. По итогам конференции будет выпущен сборник статей лауреатов. Его разместят на платформе научно-электронной библиотеки и library.ru. Лауреаты конференции вправе рассчитывать на соискание стипендий главы республики за творческую устремленность. Ульяна Пятакова, Татьяна Раевская, Юрий Марков. Республика. 10 июня в Чувашском государственном театре оперы и балета откроется международный фестиваль опереты. Сегодня на пресс-конференции журналистов познакомились с программой. Нынешний фестиваль в Чебоксарах – рекордсмен по произведениям венгерского композитора Имры Кальмана. Сразу три спектакля плюс арии и дуэты на галоконцерте. Такого на сцене театра оперы и балета еще не было. Откроется фестиваль премьерной опереты в двух действиях Боедера. На ее подготовку ушло два года, а бюджет превысил 5 миллионов рублей. Поставил ее приглашенный из Москвы режиссер Алексей Тишура, дирижер Никита Удочкин. В основе сюжета – история любви восточного принца Раджами и примадонны парижского варьете Адеты Даримонт. Это спектакль о торжестве любви. И мне кажется, когда задумалась эта история, то есть такая изысканная восточная сказка про любовь, про настоящую любовь, нам казалось, что любовь – это то, чего нам часто в жизни не хватает. И мы надеемся, что вот это торжество любви, оно будет радовать и зрителя. Оперету «Сильва» в Чебоксарах покажет Марийский театр оперы и балета имени Сапаева. Наша труппа уже после фестиваля выступит на их сцене с веселой вдовой Франца Легара. Воспитанник Чувашской школы спортивной аэробики, мастер спорта России международного класса Алексей Германов в составе сборной команды России стал пятикратным чемпионом мира. Триумфальные для нашего земляка соревнования завершились в конце минувшей недели в Баку. 16-й чемпионат планеты собрал в столице Азербайджана более 170 представителей 22 стран. Российская сборная стала победителем в общекомандном зачете, обойдя в табеле о рангах сборной Румынии и Венгрии. Достойный вклад в победу национальной сборной внес наш спортсмен Алексей Германов. Но мало кто знает, какой ценой. Еще на тренировке перед чемпионатом спортсмен получил травму. Мне приходилось через боль, через какие-то усилия тренироваться и готовиться к чемпионату мира продолжать. И, соответственно, естественно, и выступать. Через себя переступаешь. Приходилось не обращать на это внимания, думать о том, что за тобой строит республика и страна, что нужно показать себя достойным на соревнованиях и сделать все возможное. Помимо медали в командном зачете, Алексей поднялся на вершину пьедестала почета в дисциплине «Гимнастическая платформа». Также на счету нашего титулованного спортсмена серебряная медаль в танцевальной гимнастике. Сегодня Алексей сам тренирует молодежь. Его тренер Оксана Дьячук вспоминает, как когда-то познакомилась с 9-летним мальчиком. Его привела мама и сказала, ну, он такой энергичный, дома так надоел, везде скачет, прыгает. Возьмите его, может быть, здесь он вам пригодится. Но, что удивительно, я тогда сказала, ой, какое золото к нам пришло. Я его погладила по голове и сказала, до сих пор помню это хорошо, так это же будущий чемпион мира. Хотя сама, ну, слукавила, конечно, на тот момент. И тем не менее, видите, как корабль назовешь, так он и поплывет, видимо. Так и получилось. Впереди большие планы. Нужно готовиться к чемпионату мира. Он пройдет в Италии в сентябре. А пока Алексей проходит реабилитацию, занимается лечебной физкультурой, принимает процедуры. Главное – покой. Это поможет восстановить травмированные мышечные ткани. Екатерина Шиверова, Юрий Марков, Республика. Это главные новости Чувашии в пятницу, 4 июня. Хороших вам выходных. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова